Беларусь 4 Денис Митсуля вместе со своим другом, старшим инспектором пограничной заставы Комарин оказались на месте пожара. Проникнув внутрь дома, они обнаружили хозяина помещения в бессознательном состоянии, вынесли его на чистый воздух, привели в чувство и передали работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми мужчину госпитализировали. Когда через несколько минут к месту ЧП прибыли спасатели, горела кровля дома. Пожар был ликвидирован, но огонь уничтожил крышу и стены. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной версии, по той же причине на пожаре едва не погиб житель Хойников. Сообщение о пожаре жилого дома поздно вечером поступило спасателям районного подразделения МЧС. По прибытии подразделений к месту вызова наблюдалось задымление внутри деревянного дома. Спасатели потушили пожар. В результате ЧП сгорело имущество в доме. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы спасателями на веранде был обнаружен в сознании хозяин домовладения. Пенсионер 1951 года рождения, который при помощи маски для спасаемого был выведен на чистый воздух и передан работникам скорой медицинской помощи. Накануне в Гомеле в результате ДТП 52-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Инцидент произошел на территории, прилегающей к проезжей части проспекта Речицкий. 44-летний водитель автомобиля BMW X5, двигаясь задним ходом, при выезде на местный проезд проспекта совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-2705 под управлением 39-летнего водителя. Женщина-пассажир последней легковушки в результате ДТП получила повреждение и была направлена в больницу для оказания медицинской помощи. За прошедшие сутки на территории Гомельской области сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 807 нарушений правил дорожного движения. Также на территории Гомельской области за сутки совершено 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек получил ранение. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.